Я сделаю такое небольшое выводное слово, минут на 10-15, про сегодняшнее мероприятие. Многие, наверное, из вас знают, что было подобное мероприятие Сан-Франциско в июне, и Тазик Девелка Конференса. И некоторые, немногие из вас, имели возможность туда съездить, это далеко ехать, и действительно дорого. Поэтому Samsung решил сделать локализованный, тоже очень большой ивент, как сегодня, специально для России. Чем отличаются июньские мероприятия в Сан-Франциско и сегодняшние мероприятия? Многими вещами, многие вещи вы увидите, которых вы не видели в Сан-Франциско. Во-первых, у нас стенды есть, партнеров, в том числе российских, которые не были в Сан-Франциско. Во-вторых, вы увидите, одна из самых интересных вещей, это вы увидите релиз-кандидат коммерческого устройства. Сможете поиграть с ним, их лежит, в приоритет количества на стендах. Также вы увидите некоторую российскую специфику, доклады с российской спецификой. Например, доклад моего коллеги и Самсунга про возможности Тайзена в области B2B и B2G. Сейчас российский Сан-Сунг работает над сертификацией Тайзена для различных приложений с упором на безопасность. Сегодня будет про этот доклад. Много интересных вещей. Я сейчас просто пройдусь немножко по истории Тайзена, потому что, ну, такая, совсем короткая выжимка. История очень большая, насыщенная. Но, возможно, имеет смысл по ней пройтись перед тем, как вы увидите все вот эти интересные доклады и стенды с разработками. Ну, как вы знаете, Тайзен – это не единственное, что делает Самсунг. Есть много направлений. Есть софтвордевайплант-кит, очень насыщенный, с очень многими возможностями для андроида. Есть смарт-си-в. Самсунг и так много-много вещей. Тайзен, он как бы... Мы стараемся делать так, чтобы Тайзен был гармонично вписан вот в эту огромную экосистему, которую самсунг разрабатывает, поддерживает. Особенности Тайзена, если совсем коротко, да, это open-source, основан на линуксе. Тайзен поддерживается, на самом деле, большим количеством производителей железа и операторов. Ну, операторов и производителей вы видите. Наверняка уже наслышны о них. Из вот этих производителей телефонов, Intel, Intel очень сильно тоже в России, очень сильно работает по управляющим Тайзеном. В чем преимущество Тайзена с другими платформами? Совсем коротко, если. Самое большое преимущество и самое очевидное, это самая крутая поддержка HTML5. По-моему, я последний раз, когда я проверял, догонял BlackBerry, но до сих пор он там на первом месте. Еще одна интересная вещь, это то, что вы можете очень легко программировать как на низком уровне в языке C++, так и на веб. И так же специально, когда сама платформа разрабатывала, специально было упор на то, чтобы можно было делать так же очень легко гибридные приложения. Но в других платформах, наверное, вы слышали, гибриды не всегда так легко их делать. Почему, каждый раз, когда мы разговариваем с разработчиками, у нас спрашивают, а почему мы должны делать для Тайзена? Почему мы не должны полностью фокусироваться на лидерах рынка, у которых уже огромная культуре? Но самое первое объяснение, самое простое, самое понятное и очевидное, это то, что, несмотря на то, что мы уже прилично работаем над экосистемой, несмотря на то, что у нас очень-очень критичное количество уже качественных разработчиков, качественных приложений, все равно магазин приложения на Тайзен, он относительно такой полупустой, потому что коммерческая версия девайса еще не спустилась, потому что, действительно, не все, не все разработчики сразу бегут и разрабатывают приложения по Тайзену. Самое очевидное преимущество делать что-то по Тайзену, это вы будете, вы будете в топах, в полупустом, не в полупустом, но не в таком насыщенном магазине, как на, например, андроиде, в котором миллион, миллион вложений, да? Очень легко будет попасть в топ на, 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 на новых, и, ну, вы можете себе снять в топах, да, на хороших премиальных девайсах. Вы видите сейчас устройства, которые, которые либо уже выпущены, либо планируются выпуска на Тайзен. Вот, камера, насколько я знаю, уже в продаже долгое время, у него внутренняя операционная система Тайзена. Ге-2, вы тоже, наверное, знаете, это устройство, часы, которые уже в продаже, оно, оно имеет операционную систему Тайзена. Под него доступен СДК для разработки на Тайзен. Недавно, собственно, после, после конференции в Сан-Франциско, совсем недавно был, стал доступен СДК для смарт-ТВ на Тайзен. Ну, вот перечислены также некоторые другие направления, которые в ближайшем и будущем, скорее всего, также будут активно развиваться. Вот этот сайт, он, что показывает? Он показывает, что Тайзен, Тайзен не предназначен для какого-либо конкретного типа устройства. Он призвал быть многоплатформен, универсально. Вот по Айве, насколько я помню, по автомобильному сектору, совсем недавно вышла первая стабильная версия Тайзен от трансформации системы. Это... Мы очень гордимся, на самом деле, любым коммерческим устройством, которое выходит на Тайзен. И ГИА-2 — одна из наших гордостей, которую вы можете увидеть уже несколько месяцев в магазине. И мы решили включить вот это небольшое видео, там, буквально на пару минут. Это у вас замечательное устройство, которое вы уже сейчас можете программировать и выпускать продолжение на Тайзен. 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 Дерево различных клонов операционных систем. Наверное, вы помните БАДО. И, как вы можете видеть, вот синеньким выделены коммерческие операционные системы на базе Linux. Ну, очевидно, что Samsung не единственный, кто полагает, что Linux операционная система, а Core Linux – это одно из правильных управлений. Тут, наверное, совсем таким разработчиком понятно, что здесь нарисовано. Тут написано, как эволюционировала операционная система, какие новые фичи добавлялись. И в третьем квартале планируется выход версии 3.3. Очень много хороших, красивых, полезных фреймарков поддерживает Dizing. Вот у нас один из докладов, по крайней мере, следующий после меня – это один из очень известных фреймарков. Многие фреймарки уже представлены в магазине Dizing. Прошли сертификацию и готовы к использованию. Здесь представлены те стенды, которые вы можете увидеть при выходе с правой стороны. Что тут можно… Я никого не хочу выделять, все очень хорошие партнеры, которыми мы не картинцы. Ну, вот, например, Roll Up – это одна из историй очень интересных. Они были в том числе и в Сан-Франциско, и они представлены здесь. И вот, если вы посмотрите справа, в самом низу, это внутренняя разработка того отдела, которое я представляю. Ну, собственно, вот такое небольшое введение, короткое совсем. Я не хочу долго занимать ваше внимание и говорить какие-то общие слова. Конкретные целевые доклады будут сразу после меня. Просто еще пару слов насчет того, на что можно обратить внимание сегодня и в ближайшие дни. Сегодня и завтра будет DevLab HAKATO. У нас уже запущен локальный Tizen App Challenge. Может быть, вы знаете, что был глобальный Tizen App Challenge. И недавно мы запустили локальный для России челлендж. Также происходит глобальный челлендж по ге для часов. И меня попросили отдельно упомянуть, что и в том и в том челлендже очень много денег на призы. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, участвуйте, выигрывайте, делайте крутые приложения. И еще раз, да, еще раз упомяну, что вы сможете поддержать в руках ревенским для коммерческого устройства, который называется Samsung Z. Тizen App Challenge. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я передаю слово Роману Минякину, компании Unity. И вот здесь скриншот последний на моей презентации для тех, кто понимает, да, в кавычках. Здесь видно из этого скриншота, что фреймворк, что Tizen операционная система уже поддерживается в Unity. Продолжение следует... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...